Здравствуйте! Эта египетская история одна из древнейших сказок в мире. Что самое интересное, она дошла до нас целиком по сравнению с другими египетскими повестями, которые были записаны на каких-то обрывках папирусов или на полинцестах, и многие из них сохранились фрагментарно. Это же известно от начала и до конца. А еще интересно, что она была открыта нашими соотечественниками, и ее оригинал хранится в архивах Эрмитажа. Рассказывает она, называется она «Потерпевший кораблекрушение». И часть ее действия происходила здесь, на Красном море, в Египте. В начале истории рассказывается о том, что правитель Элефантины, ну сейчас, наверное, это переводят как «Намарх», а в классическом переводе принято переводить как «Князь». Возвращался и с дальней поездки в Нубию по поручению фараона, и поручение фараона он провалил. А с ним был направлен чиновник фараона, должность которого называлась «Лучший сопровождающий». И вот этот самый «Лучший сопровождающий», ну, по всей видимости, выполнял роль надзора, контроля над действиями «Намарха». И этот самый князь Элефантины очень печалился по поводу того, что поручение фараона он провалил, и ждет его на самом деле в итоге этой поездки не награда, а расплата. И накажет его, наверное, очень даже сильно. И вот он едет такой весь грустный, печалится, а «Лучший сопровождающий» наоборот, балагурит, все время болтает, что, в общем-то, было нехарактерно, судя по египетским повестям, для чиновников, для жрецов и для, в целом, для египетской литературы. Вот он, значит, болтает и говорит «Утешься! Ну, посмотри, мы уже приехали, уже вбит деревянной колотушкой причальный столб, уже накинут на него канат, уже команда сошла на берег в целости и сохранности, друзья и товарища обнимают друг друга и радуются благополучному завершению путешествия. А ты все грустишь. Перестань! Уста твои да спасут тебя! Сумеешь ты все рассказать фараону и, глядишь, никакого наказания тебя не постигнет, все у тебя будет хорошо». Но тот, понятное дело, этими словами утешиться никак не может. И тогда лучше сопровождающий говорит. Ну, в общем-то, даже надоедает мне тебе все это рассказывать. «Смотри, ведь бывают вещи и похуже». Вот что со мной, например, было. «Однажды я по поручению фараона отправился к дальним рудникам. Снарядили большой корабль для меня. 120 локтей в длину, 40 в ширину. Команды на нем было. 120, а то и 150 человек лучших мореходов в Египте. Сведали они землю, ведали они море, небо. Всякое разбирали и течение, и берега знали. И знали даже приближение бури, раньше, чем она начнется. И вот с этой лучшей командой я отправился в путешествие. Два месяца мы путешествовали. Но как бы не сильна и не уверена была команда, какие бы знатоками моря они ни были, в море все-таки нас застала буря. В открытом море она на нас набросилась, и не было от нее спасения. И корабль стал погибать. Волны поднимались. Восьми локтей. Ну, метров четыре. Такие, что перехлестывали весь корабль целиком. И тут мне попалось бревно. Одно из тех, что были на корабле. Я ухватился за него. И в этот самый момент волна перехлестнула корабль, и он стал тонуть. И все, кто были со мной, все погибли. А меня выбросило на пустынный остров. И было на нем только море, песок и дерево. Я добрался до этого дерева, и три дня жил так, держась за его тень и не решаясь отходить никуда. А спустя три дня я решил все-таки посмотреть, что еще здесь может быть на этом острове. И протянул свои ноги к тому, чтобы добыть себе пропитание. И нашел я на этом острове все. Все, что только может быть в мире, было на этом острове. И инжир, и финики, и плоды сикаморы, и лук всякий, и огурцы всякие, и дичи было, и рыбы. И с этим всем я пришел к своему дереву, развел костер, воздал огненную жертву богам за свое спасение. И в этот миг задрожала земля, раздался грохот невероятный. Я уже подумал, что все, теперь-то точно пришла моя погибель. Повториться еще раз, это страшная буря. Но нет, вместо бури появился змей. Тридцать локтей длина этого змея. Одна борода, два локтя у этого змея. Чешуйки из золота, брови из лазурита настоящего. Огромный. И вот он предстал передо мной, посмотрел на меня грозно, и сказал, «Кто ты, маленький? Как попал ты сюда? Кто принес тебя на этот остров? Отвечай немедленно. Если промедлишь ты с ответом, сделаю так, что исчезнешь ты, станешь пеплом ты. Отвечай же мне, маленький, как попал ты сюда на остров этот?» Я в страхе и ужасе лежу перед ним, ниц, закрывая голову. И только я осмелился, что поднять голову и сказать, что от страха себя не помню. И вижу я перед собой тебя, змей, но не понимаю, ни кто я, нигде нахожусь. И тогда он меня взял в свою пасть целиком и понес вместе с собой. И через какое-то время целиком, невредимым, выплюнул меня на землю. Я был таким, какой я есть, целый. Пережил пребывание в пасте у змея. И тут он снова обратился ко мне и сказал, «Ну что же ты, маленький, расскажи, как попал ты на этот остров, берега которого скрываются среди волн? Отвечай мне, немедленно». И тут, конечно, я все рассказал ему. Рассказал, что снарядил меня наш великий царь, что отправился я к дальним рудникам, два месяца мы плыли по морю, рассказал про бурю, про бревно, про спасение. И тогда сказал змей, «Возрадуйся, о маленький, боги сделали так, что принесли тебя на этот остров Ка и спасли тебя. Значит, богам это было угодно. И теперь твои заключения закончились, потому что нет ничего в мире, чего бы не было на этом острове. И ты всего достиг и спасся от любых опасностей». Как же легко рассказывается, когда все опасности позади, правда? «Правда?» «Послушай же меня, смотри. Проведешь ты четыре месяца на этом острове дне, день за днем. И спустя четыре месяца придет корабль, а на нем люди, которых ты знаешь. И вместе с ними ты отправишься в свою страну. И там обнимешь своих детей, обнимешь свою жену. И все у тебя будет хорошо. Возрадуйся. Если ты сердцем крепок, если ты смел и силен, ты достигнешь своей цели. Ну вот, послушай, расскажу я тебе, что самим со мной случилось. Жил я на этом острове со своими братьями и сестрами, со своими детьми. И было у нас 75 змеев, не считая маленькой дочери, нежданно подаренной мне богами. «И так случилось однажды, что пришла звезда с неба, и огонь был в руке ее, и сожгла она всех. Так получилось, что меня в этот момент не было с ними. И когда я вернулся, то обнаружил их только, как единую груду обгорелых тел. И от горя потерял я дар речи. В горе и тоске я почти умер. Ну а ты же, мой друг, ты спасешься». И тогда, конечно же, я воздел руки к небу и склонился перед ним, упал на живот свой и сказал, что «Когда я спасусь, расскажу обо всем фараону своему царю. И он воздаст огненные жертвы богам и принесет сюда великие дары и миру, и ладан, и масла для умощения, и благовония, и ароматические масла, и косметику для того, чтобы отблагодарить за свое спасение». На что змей рассмеялся, потому что, по его мнению, сказал ей нечто веселое. И сказал, что ты, маленький, не много у тебя мира, а та, которая есть, простой ладан. Я же царь Пунта, и все есть в моей земле. Все. Но когда ты вернешься, ты, конечно же, расскажи обо мне. И этим известием ты и выполнишь свой долг передо мной. И так случилось, что все произошло по слову его. Прошло 4 месяца день за днем. И вот однажды действительно увидел я, что пришел корабль, на нем известные мне люди, мореходы из моей страны. А я, конечно, побежал к змею и сказал, что все произошло так, как ты предсказывал. А он не удивился. Сказал, знаю я, ибо так и сказал тебе. Смотри, теперь ты взойдешь на корабль, вернешься в свою страну, обнимешь свою жену, наполнишь объятия детьми своими. И умрешь ты в спокойствии и благоденствии, и похоронят тебя в своей гробнице собственной. И дал он мне с собой великие богатства. И миру, и ладан, хвосты жирафов, обезьян, мартышек, и павианов, и даже охотничьих собак, масла для умощения, косметику, всякие благовония. И вот со всеми этими богатствами уплыл я и помнил только, что на прощании змей сказал, что никогда больше не увижу я его и не смогу сюда вернуться. И остров этот скроется в волнах. Я же, как и предсказывал змей, прибыл к себе домой, прибыл к фараону, преподнес ему великие дары от змея. Все рассказал. И фараон, конечно же, принес великую жертву, зарезал быков, отблагодарил богов за мое спасение и наградил меня титулом. Теперь я старший, лучший сопровождающий. Так что, видишь, как бы печально не складывалась наша судьба, самый тяжелый час спасения может быть очень близко. Так что не печалься ты, князь. Увесели свое сердце. Мне же уже надоело тебя уговаривать. И после этой повести князь Елефантины сказал лучшему сопровождающему. И правда, переставай уже меня уговаривать. Много я думал и подумал, что действительно, вряд ли кто-то будет поить утром того гуся, которого собирается зарезать днем. Так заканчивается эта повесть, прелесть которой, повторюсь, в том, что она дошла до нас целиком от начала и до конца. А для меня она интересна тем, что история этой, посмотрите, примерно четыре тысячи лет. Четыре тысячи лет назад она была написана, и в ней уже появляется змей, как хранитель богатств. То есть, практически, тот самый дракон, который знаком нам по европейским историям, по европейским сказкам. Здесь, правда, змей является еще и хранителем мудрости. Он участвует в обряде посвящения героя этой истории. Но, заметьте, и наделяет героя, прошедшего это посвящение, богатствами. Также, заметьте, и рыцарь иногда проходит в сказках практически гибель и возрождается, забирая у змея богатство. Ну, а еще, мне эта история кажется удивительно интересной тем, что она перекидывает непредставимый мостик к одной из версий о гибели динозавров. Ведь, заметьте, змей говорит, что их жили они на этом острове, все у них было хорошо, и пришла змея, пришла звезда с неба, которая испепелила весь рот этих змеев, и никого больше не осталось. И это великолепно соответствует одной из версий, метеоритной версии гибели динозавров. Потрясающе, по-моему. Но есть ли какая-нибудь связь между этой версией и египетскими легендами, мифами? Знали ли египтяне действительно что-то такое? Этого мы, к сожалению, наверное, никогда не узнаем. Но это не мешает нам думать, что связь между этим есть. Или во всяком случае не мешает нам удивляться тому, каким удивительным бывает наше прошлое, какие удивительные истории мы еще можем с вами услышать. Субтитры создавал DimaTorzok